Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень опасном заболевании томата, которое становится все более и более распространенным и которое люди часто не могут правильно идентифицировать. Бурый опятнистый светофтороз более-менее хорошо известны. Также хорошо известны другие грибные заболевания, такие как фузариоз, например, серый огниль и кладоспариоз. Однако вот это заболевание, о котором я буду говорить, очень часто путают с разными другими инфекциями и поэтому применяют неправильное лечение. Речь пойдет о бактериальном раке томата, который вызывается бактерией Clavibacter michiganensis. Это бактериальный возбудитель и, к сожалению, фунгицидные препараты, даже самые сильные, абсолютно бессильны против этой инфекции. Мы очень много в свое время увлекались фунгицидными препаратами, ну и так в широком смысле мы увлекались химически синтезированными фунгицидными препаратами, направленными на подавление грибной инфекциями, содержащими препаратами и так далее. И все это очистило, освободило нам плацдарм и место для атаки других возбудителей, другой природы, не грибной природы. И вот бактериальные одни из них. Итак, бактериальный рак. Симптомы на стебле включают в себя такие длительные коричневые пятна, которые наблюдаются как на черешках, так и на стеблях. Листья постепенно снизу вверх увядают, увядают полностью, но не отваливаются, остаются прикрепленными. Чрезвычайно характерным признаком является одностороннее увядание листья. Вот половинка листа целая, а половинка полностью увяла. На плодах можно обнаружить мелкие черные точечки без каких-либо ореолов. Это и есть признаки вот этого самого бактериального рака. Бактериальный рак томата переносится с семенами. При этом извлечь, так сказать, убить этого возбудителя заболевания очень сложно, поскольку он находится не на поверхности, как большинство грибных возбудителей, а подходит под кожурой. Когда мы используем какие-то жесткие протравители, они не попадают под кожуру. То есть мы держим такое время в этих протравителях, чтобы не убить, не повредить сами семена. И поэтому под кожуру не проникают эти дезинфектанты и не убивают этих бактерий. Ну и вообще надо сказать, что бактерии достаточно устойчивы в окружающей среде, не так уж просто их убить. Что же делать? Какие меры борьбы с бактериозами применить? В то время как препаратов-то нету никаких, не зарегистрированных никаких, таких непосредственно направленных на борьбу с бактериозами. Единственным, заявляют абсолютно ответственно, что единственным способом борьбы с таким заболеванием является использование биологического препарата бактоген. Препарат бактоген на основе сенной палочки, а также препарат максимум, который содержит активное начало вот этой активной сенной палочки. Он изначально создавался для тепличных хозяйств, он создавался в рамках государственных программ для обеспечения тепличных хозяйств надежными и эффективными препаратами против комплекса различных заболеваний, но в первую очередь против бактериозов. То, что бактоген является эффективным против фитофтороза, кладоспориоза, фузариоза, это скорее является такой, ну, вишенкой на торте, да, то есть из-за того, что у него очень высокая активность, он также активен и против этих грибных, и, так сказать, полугрибных, если говорить о фитофторе или пераноспорозе, возбудителей. Но в первую очередь у него очень высокая биологическая эффективность против бактериозов. Поэтому, применяя этот препарат, а он среди препаратов сенной палочки является действительно уникальным благодаря этому свойству, потому что препаратов много, но спектр их действия очень разный. Вот бактоген как раз направлен на борьбу с бактериальными заболеваниями томата. Использование этого препарата, начиная от протравливания семян и заканчивая периодом созревания плодов, является очень-очень важным. Как любой биологический препарат, его надо применять примерно раз в 7-10 дней. По листу, под корень обязательно, для того, чтобы ни грибы, ни бактерии вас здесь не атаковали. Что ж, надеюсь, что вы не столкнётесь с этим опасным заболеванием, потому что искоренить его, конечно, можно в теплице. Как это правильно сделать к концу сезона, к окончанию вегетации томата, я обязательно вам расскажу. Не только как этого клавибактора уничтожить, но и другую инфекцию, как очистить. У нас есть видео на канале, но есть и другие способы по санации теплицы после выращивания томата, огурца и других растений, которые высоко чувствительны к заболеваниям. Ну а сейчас обязательно осмотрите ваши растения на предмет вот этой вот болезни. И обратите внимание на те симптомы, о которых я вам сейчас рассказал. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!